А в Одессе замерзают жители целого микрорайона. В их домах до сих пор нет отопления. Сегодня люди перекрыли дорогу, блокировали её в течение всего дня. Помогло ли, расскажет Андрей Анастасов. Микрорайон Шкодова гора на окраине Одессы. 16 многоквартирных домов. Рядом нефтеперерабатывающий завод. Ранее именно он обеспечивал квартиры теплом. Но сейчас котельное предприятие заморожено. Заморожены в переносном смысле и местные жители. В их квартирах всего 10 градусов тепла. В комнатах сыра, на стенах грибок. Помимо того, что нет тепла, мы ещё сидим без освещения, без электроэнергии. Потому что все пытаются обогреться за счёт электричества. Старое ТП выбивает и в результате у нас нет ни тепла, ни света. О том, что может возникнуть такая проблема, люди предупреждали местных чиновников ещё в июле. В ответ раз за разом те обнадёживали. Отопление микрорайон будет обеспечен. Обещали в октябре, ноябре. И вот декабрь. Ждать больше нет сил. В отчаянии одесситы перекрыли дорогу. Требуют запустить котельную. Пропускают только маршрутки и экстренные службы. У меня дети болеют уже как бы, ну, больше месяца. То одного температура, то второго температура. Приходится греться чем можем. Весь дом в плесени уже, это никуда не годится. На трассе тут же образуются километровые заторы. Между водителями и участниками акции то и дело вспыхивают конфликты. Пожалуйста, пропустите. Ну, я спешу на работу, уже 10 минут пропустите. Ну, что, блядь, не так ходят или что? Давай назад. Я тебе тоже говорю. На место прибывает представитель райадминистрации. Говорит, загвоздка в столичных чиновниках. Там целый список министерств и ведомств. Дескать, они должны разрешить с юридической точки зрения использовать конфискованную котельную. Должно быть, так сказать, юридическое право. Так и людям что сейчас делать? Ну, как что же? Сдать, ждать, надеяться. Дорогу одесситы блокировали весь день до наступления темноты. Сказали, эта акция предупредительная. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Одесса.